Привет! Ну, как я и обещала, раскраска. Сегодня раскраска фирмы Плэт. Еще раз напоминаю, что это вот такая мельница. Решила я начать с нее, уж очень она мне нравится. Хотя и остальные тоже нравятся. Ну что, смотрим, что входит в комплект. В комплект входят краски. Как я, по-моему, уже говорила, картины этой фирмы делаются без смешения цветов. То есть все красочки входят в комплект. 24 цвета. Ну, цвета вроде бы достаточно яркие, красивые. Иногда пишут, что красочки попадаются засохшие. Вот я сейчас хочу наугад открыть несколько. Ну, вот вроде бы все хорошие. Вот этой мало. Сейчас покажу. Вот этой красочки под номером 18. Как-то ее мало. Не знаю, видно, не видно. И она... Ну, такая достаточно густая подсохшая. Начинает стекать, но очень медленно. То есть я вот практически переворачиваю. И там только чуть-чуть-чуть она... Ну, попробуем, посмотрим, что получится. Дальше, как обычно, кисточка входит в комплект. Вот такая кисточка. Ну, тоненькая вроде бы. Инструкция. Правда, на английском языке. Картонная основа. С нанесенным рисунком. С таким небольшим тиснением. Совсем небольшим. Опять же, не знаю, насколько видно. То есть рисунок очень мелкий. Поэтому, я думаю, должно получиться красиво. Но придется постараться. Так. Ну, и контрольный лист. Он такой вот двухсторонний. Вот, в общем-то, и все, что входит в комплект этой раскраски. Очень надеюсь, что получится красиво. Кстати, инструкция на русском языке есть. Она просто на обратной стороне коробочки. Вот. Можно приступать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мельница готова. Мне очень нравится, как получилось. То есть я очень довольна результатом. И теперь о моих впечатлениях. Красочки все очень красивые, яркие. Немножко отличается цвет от того, который на коробочке. Но я бы даже не сказала, что значительно. Попробую как-то показать. Вот коробочка. Вот результат. Красок хватило. Понравилось, что вообще не нужно смотреть. Контрольный лист, он есть в наборе, Но смотреть на него совершенно не обязательно. Потому что абсолютно во всех областях, даже маленьких, указаны номера. Я рисовала ее долго. Но не потому, что мне не хотелось, а потому, что просто не было времени, физически не успевала. Плюс отвлекалась на некоторые другие работы, проекты. Поэтому получилось вот так долго. К тому же она довольно большая. Все-таки 40 на 50 сантиметров. Красочки, ну так как опять же рисовала я долго, красочки тоже подсыхали немножко. Но они прекрасно разводились водой. То есть немножечко воды добавляла. И этого было достаточно. Так что эта фирма... То есть вот нареканий по этой фирме у меня в принципе нет. Но единственное, кисточка довольно быстро у меня истрепалась. Но так как объем тут большой, то есть я купила еще кисточки отдельно. Так я всем довольна. И еще такой момент по поводу светлых оттеночков красок. В принципе, большинство закрашивается с первого раза. Иногда, некоторые на второй раз проходилось, и вот даже светлые области, они хорошо закрашиваются, то есть не просвечивают. Поэтому, ну такая акварельная такая вот работа получилась. Красивая мельница. Я всем довольна. Надеюсь, что следующую раскраску я покажу вам гораздо быстрее. Ну, хочется в это верить. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok